Основу атомного квеста, проходящего не в первый раз в рамках проекта профтрента, составляют знакомые школьникам физика, математика и химия. Опираясь на опыт прошлых встреч, организаторы решили разнообразить программу и ввели несколько новых профессий, о которых в игровой форме узнавали восьмиклассники. Одна из станций называлась «Этикет». На ней сотрудники сферы общепита рассказали о работе официанта. В данном случае мы рассказываем, как правильно пользоваться приборами, как они расположены, как сложить салфетку даже для мамы дома или для своей девушки, или для своего парня, если девушка это будет делать. Чертежи, краткие обозначения, масштабы, сечения и прочие премудрости чтения технической документации ребятам рассказывали на еще одной новой станции квеста по профессиям в НИЭФ. Проводником по профессии инженера-конструктора стал Дмитрий Дарьюшкин. Ни для кого не секрет, что это самая востребованная сегодня профессия во ВНИЭФе. Наверняка так и будет и дальше в течение пяти лет, когда обучатся эти ученики и придут оттуда. Востребованность не иссягнет. Каждый год порядка 200 инженеров-конструкторов, но не только инженеров-конструкторов, но инженеры-технолог есть, инженер, исследователь есть, принимается во ВНИЭФ. Без работы не останутся. По наблюдениям Дмитрия с чертежами быстрее справляются девочки. Все из-за того, что пространственное воображение у них развито сильнее. Пройдя все станции атомного квеста, ребята должны были получить не просто представление о профессиях. Собравшись в зале, по окончанию игры старшеклассники сформулировали главные качества, которые присущи той или иной специальности. Они должны понять, что особенно важно сделать в профессии и какие личные качества особенно важны в той или иной профессии. Профориентация школьников в Сарове не ограничивается только атомным квестом. В самом ближайшем будущем в стенах Дворца детского творчества пройдет мероприятие под названием «Проектирование будущего». Также всех желающих ждут на семинаре «Гибридные войны». Кирилл Василин, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.